Всем привет! В этом видео я расскажу, что такое Love2D, какие игрушки с ним можно делать, как установить Love2D на ваш компьютер, как настроить редактор IDE и отладчик ZeroBrandStudio для работы с Love2D. Ну и давайте начну. Ну, это вот сайт Love2D, мы к нему вернемся. Покажу, например, какую игрушку мы сейчас делаем, какой проект делаем с друзьями. Это опенсource бесплатная игра. Давайте я пока замолчу. Ну, вот что-то такое. Давайте посмотрим, что другие делают с помощью этого Love2D. Это я на форумы. Вот если заходим на сайт Love2D, есть вики. Это подсказка по функциям графическим работы спрайта, со спрайтами, с музыкой, с файлами, с сетью. Есть даже русский перевод. Он не очень хороший. Но, тем не менее, в каждой страничке вики по Love2D можно внизу выбрать свой язык. Если вы имеете время и силы поправить какие-то неточности в переводе, просто регистрируйтесь на этой вики и исправляйте. Я читаю по-английски и уроки, в принципе, когда я говорю, я все перевожу с английского на русский для вас. Так, ну давайте посмотрим, что еще можно. Ну, помимо игр я могу сказать, что делают всякие графические редакторы, всякие утилиты для сотового телефона. Этот Love2D написано, что это крутой фреймворк, чтобы делать 2D-игрушки на ло. На самом деле можно и 3D-игрушки делать. Он бесплатный, он со скрытым исходным текстом. И он работает и под Windows, и под Mac OS, и под Linux, под Android и под iOS. Значит, под всеми вашими мобильными, ну, под смартфонами можно запускать уже готовые продукты будут под Windows, Linux и так далее. Написали один раз и работает на любом компьютере. Это здорово, потому что многие игры работают, например, только под Windows. Или вот тот же Roblox. Вот вроде хорошая штука, а работает только онлайн. У вас должно быть подключение к интернету, чтобы работать, чтобы даже не только работать, чтобы редактировать вашу игру. Мне это, кстати, очень не нравится. Так, ну давайте посмотрим, какие... Так, есть форум. Форум по Love2D. И вот есть на форуме в General, под форуме, есть топик. Над чем вы сейчас работаете. Вот смотрите, какие игрушечки. Тут есть ссылки. Можно будет посмотреть видео. Видите, кто-то только начинает изучать, сделали игру Pong. У кого-то уже, видите, девушка какую-то крутую штуку делает, что-то очень серьезное. Action RPG с оружием. Так, видите, уже Pong немножко стал покруче. Так. Dungeon Crawler кто-то сделал. Так, я давайте звук отключу. Звук. Отмотаю. Нормально. Причем... Так. Какая-то RPG про собачку. Что у нас собачка это умеет делать? Монстров убивать. Ну, вы не думайте, Love2D это не конструктор. Так что, можно взять, скачать уже готовые библиотеки. Может быть, взять готовые спрайты. И самому потихонечку собирать с самого нуля. Зато это получится совершенно самая настоящая игра и программа, которую сделали вы. Много что уже сделано за вас. Например, анимация, вывод такого текста. Вы можете найти библиотеки. У нас есть... Во Вконтакте есть русская группа Love2D. И самое крутое это сообщество Love2D в Telegram. Там вам помогут, подскажут, если у вас какие-то проблемы. Так. Ну и вот наш проект, например, здесь тоже показан. Мы сейчас художника ищем для задних фонов. Потому что спрайты мы успеваем сами рисовать. У главного героя, ну это второстепенный герой, у него, например, 150 кадров. Уже представляете, сколько сил потрачено на отрисовку. Так. Ладно. С этим понятно. Давайте теперь... Чтобы показать, как устанавливать эти Love2D. Вот он у меня здесь установлен. Я переименую папку. Переименовал. Ну как будто Love2D у меня не установлен. Пробую запустить свою игру. Вот ругается. Не установлено. Пробую из Zero Brand Studio запустить проект. Тоже ругается. Так что все. Теперь ставим Love2D. Итак, сайт Love2D.org. Выбираем инсталлятор. Разные варианты. Я выбираю 64-битную Love2D. Потому что у меня Windows 64-бита. В принципе, 32-битная будет прекрасно работать на любой. И на 32-битной, и на 64-битной. А, кстати, как запускать на Android. Там есть лончер. Лончер для игр с расширением. Так, ставим инсталлер. Выполняем. Так, ну во всех уроках я советовал путь такой указывать. Чтобы совпадало с моими уроками. На диске C обязательно. Потому что занимает всего несколько мегабайт. Папка Lua. Обычно мы в нее ставим Zero Brand Studio. И какие-то, может быть, еще штуки для Lua. Если у вас есть. Вот такой путь. C. Lua. Love. Установили. И давайте попробуем. Запустим мой проект на Zero Brand Studio. Все работает. Теперь рассказываю, как настроить, чтобы у вас тоже работало. Как устанавливать Zero Brand Studio. У меня есть урок. Посмотрите. Кстати, все уроки по языку Lua я провожу в этом Zero Brand Studio. Потому что он очень простой. Быстро работает. Мало места занимает. И работает и под Linux, и под Windows. Где угодно. Так. Чтобы настроить путь до установленного Lua 2D. Помните, где путь был? Какой путь? C. Lua. Так. Идем. Правка. Настройка. Если у вас по-английски интерфейс Zero Brand Studio. Посмотрите мой урок про установку Zero Brand Studio. Я там говорю, как сделать на русском языке. Ну, в любом случае, по-английски было бы Edit Settings. Вот. Настройка системы. Листаем вниз. Можно сразу. А, ну, вот у нас сразу же путь. До Lua 2D. Там по умолчанию указан какой-то D. Lua. Мы здесь пишем C. Lua. Lua. Почему еще один Lua? А Lua – это название экзешного файла. Давайте посмотрим. Вот папка Lua. Lua. Вот видите, Lua. 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 Мы здесь экзешный файл. Лua. Lua. 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 Вот написано «Показывать информацию для всех версий». А мы можем показать версии всякие. Но сейчас, я знаю, используются версии 0.9.2. В Steam есть несколько игр под этой версией. В принципе, эти все версии работоспособны. И на них работают игры. И все прекрасно. Моя игра, которую я вам показывал с мордобоем за баяки, она использует версию 10.2. А сейчас уже версии есть 11.2. Отличия минимальные. Так что, если вы будете изучать Lua и Lua в 2D, ну, просто изучайте с последней версии. Вот сейчас мы установили последнюю версию. Так что, если я сейчас запущу свою игру, скорее всего, там она просто не запустится. Если вы хотите запускать старые игры и новые сразу на своем компьютере, тогда для нас появился замечательный проект. Опять зашли на форум. Возвращаемся. Ага, вот. Самая первая тема. Оли Амори. Это лончер. Вы его можете поставить на свой компьютер. Ну, постарайтесь ставить его тоже в тот же путь, где у вас стоит Lua. Можно Lua при этом не ставить, потому что эта штука поставит все версии Lua. И при запуске, если у вас пути правильно настроены, при запуске эта штука будет сама определять, какая версия Lua в 2D нужна для вашего проекта. И запускать нужный Lua в 2D. Ну, в любом случае, это для продвинутых пользователей. Просто знайте, что если хотите, например, нашу игру посмотреть, и не мучиться с переименовыванием папок, вот как я сейчас тут делал. Переименовал старое, новое и так далее. Просто ставим этот проект, он запускает все, что угодно автоматически. Причем, если вы написали игру, и в ней не создали файлик, вот у меня здесь, например, не создан файлик Main Lua, а должен быть еще конфигурационный файл, и в нем написана версия, какая нужна для запуска, то этот Polyamory, он может показать вам меню. С какой версии запустить? Выбираете, кликнули мышкой и вперед. Все пошло работать. И написано, что уже работает самый последний Windows 10, 18.09 и так далее. Ну, и под Линуксом никаких проблем. На этом я заканчиваю урок. Если какие-то небольшие вопросы, спросите в комментариях, я отвечу под этим видео. Подписываемся, ставим лайки. Следующий урок будет по Роблоксу.